итак куда сегодня мы направляемся что у нас сегодня по плану а по плану у нас сегодня ночной рынок фукока главная туристическая торгово-едальная достопримечательность и мы дождались четырех часов и направляемся туда сейчас тоже вам все расскажем покажем что-то попробуем узнаем цены ассортимент и все расскажем вам наглядно по местоположению ночной рынок находится в излучине реки в западной части столицы острова города зеон донг геометка в описании под видео если вы живете в районе пляжа лонг-бич то до рынка удобнее всего добраться на общественном транспорте автобусы 17 и 19 сейчас мы сели на 17 автобус и на нем мы доедем до до ночного рынка тут у нас буквально пара остановок автобус бесплатный вот мы вышли из 17 автобуса но 19 идет также и вот там вдалеке фонарики огни это уже нас ждет ночной рынок рынок начинает работать примерно с четырех часов вечера в это время еще относительно светло но лавки и магазинчики уже открылись и продавцы ждут наплыва покупателей которые здесь появятся позже с наступлением темноты терять время не будем сразу направляемся к морепродуктам наступлением как наступлением Ведут только по 20, что ли? Вот они, по 20. 20? 1, 10 тысяч. 50? 50? 50? 50, да, ага, 50. 1, 20. Ага. А ежики почем, ежи? 1, 20. А, 1, 20, да? 1, 20, да, 1, ага. 20. 20. 20. Так, мы заказали осьминога, кальмара, заказали ежика и устрицу. Дима заказал, ему жарят гребешки. Валер, сотку, что, достань. Деньги давай. Что? 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 Раскошеливайся, толстяк. Красненькая, красненькая, вот так. Опа, опа, опа. Хочешь так? Ага, ага. Стульчики невеликоваты, Валер? А вот эту попу сюда можно привезти. Угу. Такие. Гребешки. Это вот то, что мы взяли. Это нам все приготовили. Устрица, кальмар, осьминог, шашлычок и ежик. Что начнем? Ты, наверное, с ежика, да? Да. Да. Берем ложечку воды. Ага. Горячий. Так, я начну с устрицы. Устрица. Устрица. Вкусная. Какой ежик. Не знаю, что-то я его не чувствую. Ежик не чувствую, да? И яичница, зелень, орешки. Может, там, конечно, в устойчика мяса было? Да. У меня, когда я пробовал первый раз, то же самое. Одна яичница только что в этой формочке. Опа, была. Еще и формочка сломалась. Да. Вот. Ну, давай, пробуй. Какой приятный, да? Приятный и с этой всякой зеленью, с овощами. Как жевательная резинка. На троечку. Пережарили. Либо пережарили, либо не дожарили. Ну, резиновый-резиновый. Сейчас познакомься с ценами на все это морское богатство поподробнее. Роллы и шашлычки. По 25 тысяч. По одному доллару. Кальмары. Четыре штучки. 200 тысяч. 8 долларов. Морские черенки. 150 тысяч. Это 6 долларов. Треугольные ракушки. 50 тысяч. 2 доллара. 7 штук. Здесь цены хорошо видны. Это верхняя цифра. Ее умножаете на 4 и получаете цену в рублях. Делите на 25 и получаете в долларах. Вторая цифра – это количество штук в порции. С морскими гадами разобрались. Гуляем дальше. Здесь на рынке есть интересное заведение. Пэт-кафе. Кафе с животными. Где можно не только перекусить, но и пообщаться с братьями нашими меньшими. Посмотрите, какие они чистые и ухоженные. И шаловливые. В сувениры углубляться не будем. Это отдельная тема. Как говорится, на любой вкус и кошелек. Скажу лишь про вьетнамский бестселлер на все времена. Бальзам «Звездочка». Маленький стоит примерно 1 доллар. Большой – 2. Еще все же упомянул сушеные фрукты. Популярное вьетнамское лакомство. Недешево – 15 долларов за килограмм. А так в целом есть все. От медицины до алкоголя. Цена такого не самого лучшего рома здесь составляет 240 тысяч. Примерно 10 долларов. Алкоголь все же лучше покупать в магазинах. Например, в Кинг-Конге. Там и выбор больше, и цены ниже. Большой Кинг-Конг находится отсюда километрах в трех в туристическом районе. А здесь на рынке есть маленький Кинг-Конг формата мини-маркет. Девухского пива. Зато от чистого сердца. Я волшебное слово знаю. Пожалуйста. Валер, лягушонка будем есть? А здесь их тоже едят. Ну что, не будешь? Ну пока нет. Продолжим дегустацию. Яичница с креветками. Спасибо. Так, пойдем перекусим? Так, ну, чипляйте кревитосов. Пива и ханоль. Ну, вкусно-невкусно не спрашиваю. Креветка с яичницей, это понятно. Яичница это яичница, креветка это креветка. Продукт свежий? Свежий, все, вопросов нет. Так, посидели поели. Креветочек с яичницей и пивком. Порция, напомню, стоит 100 тысяч донгов. Это примерно 4 доллара. Валерия Михайловича я уговорил попробовать лягушку. На условиях, что берем одну на двоих. И еще хотим попробовать пиццу. Вот я все это записал, чтобы Валерий Михайлович не вдумал отказываться. От пиццы я не откажусь. А от лягушки? Не знаю. Хитрый Валерий Михайлович. Лягушка так лягушка. Сказано, сделано. Валерий Михайлович решил отведать. Сегодня лягушку. Так, Валерий Михайлович. Ну как? Курица. Курица. Так что кушайте на здоровье. Курица. Чем можно еще заняться на ночном рынке, кроме обжираловки и шопинга? Желающим расслабиться – welcome to массажный салон. Обычно массаж считается тайской фишкой, но здесь, во Вьетнаме, он тоже есть. Дмитрий Юрьевич, вы довольны? Цена на массаж – 4, 6 и 8 долларов в зависимости от длительности сеанса. Рядом с массажным салоном находится храм одной очень экстравагантной религии. Но о нем я расскажу в одном из следующих видео. Теперь пройдемся по сладенькому. Жареным мороженым никого не удивишь. Здесь оно тоже есть. С добавкой фруктов в ассортименте. Стоимость – 30 тысяч донг за порцию. Это примерно полтора доллара. Это вам не жареные лягушки? Да, это что-то повкуснее. Мороженое качественное, не водянистое. Еще одно из самых популярных лакомств – это блинчики. С различными начинками. Для меня они прежде всего ассоциируются с Таиландом. Наш неизменный выбор – это блинчики с бананом и шоколадом. Стоимость составляет 45 тысяч донг за порцию. Это чуть меньше двух долларов. Сравниваем блинчики вьетнамского производства с блинчиками тайского производства. Вкусно. Не хуже, да? Нет, нет, нет. Отлично. Отлично. Одному клиенту угодили. Теперь вернемся к экзотике. Попробуем вот такой продукт. Не знаю, что это за ракушки. Мы взяли вот с Валерой. Шесть штук, порция. Стоит 100 тысяч донгов. Так, у Димы кальмары. О, там мы, я понимаю, с сыром, там со всеми делами. Да, Дим? Что-то тянется. Горячий веще не расхабываем. Так, теперь пробую я. Купилась и начинка. И содержимое этой ракушки. Даже не знаю, как оценить. С одной стороны, и вкусно, и оно как-то... Непонятно. И оно как-то непонятно, да. Ну, попробовали. Нормально. Если кого-то не устраивает еда с тележек, то классические кафе здесь также есть. Но это будет уже совсем не бюджетно. Вот это кафе на ночном рынке. Цены намного выше, чем обычно в городе. Но народу много. Посетителей хватает, поэтому цены они держат. Для сравнения. Суп в городе в среднем стоит 40-50 тысяч дон. Здесь же по меню от 100 до 200 тысяч. Цены на различных представительных морских глубин колеблются от 20 до 100 долларов за килограмм. Обратите внимание, здесь цены не указаны. Это плохой знак. Если у вас есть желание потратить сотню-другую баксов за ужин с омарами и лангустами, лучше выбирать подобное заведение, где готовка происходит на ваших глазах. В противном случае не исключен вариант подмены, выловленного для вас рогообразного, на более дешевый вариант, либо меньший по весу, а то и вообще на залежалый аналог. А вашего через какое-то время могут вернуть обратно в аквариум, для дальнейшего привлечения доверчивых туристов. К этому кафе это не относится. Про него я сказать ничего не могу. Ни хорошего, ни плохого. Кстати, а вы знаете, что это за плод такой удивительный? Это плод мангровой пальмы, нипа. Его еще называют водяной кокос. По своей сути, это орех, в скорлупе которого находится светлая желейная мякоть, из которой делают напитки. И допоследок еще один вариант местного фастфуда. Взяли на пробу вот такую пиццу. Она стоит 20 тысяч донг. Это чуть меньше доллара. Наверное, рублей там 70. Так, пока ждем автобуса, Валера решил попробовать пиццу. Она хрустит, как сухарики. Не, ничего такая. Мясная. Начинки богата. Легкая, пикантная стринка. Вкусно, вкусно. Нормально, нормально. Можно брать. Друзья, предвижу, что всегда кто-нибудь напишет подобный комментарий. Открою небольшую тайну. Все это мы попробовали не за один день. Ну вот, на сегодня и все. По рынку погуляли. Наступила темнота. Возвращаемся в отель. Что смогли, попробовали. Что смогли, показали. Надеюсь, было интересно. До скорых встреч. Продолжение следует.